Я волшебник, дед Всевед, мне в обед всего сто лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Царевна-змея. Русская сказка. Ехал казак путем дорогой и заехал в дремучий лес. В том лесу на прогалинке стоит стоп сена. Остановился казак отдохнуть немножко, лег около стога и закурил трубку. Курил, курил и не видал, как заронил искру в сено. Сел казак на коня и тронулся в путь. Не успел и десяти шагов сделать, как вспыхнуло пламя, весь лес осветило. Оглянулся казак, смотрит, стоп сена горит. А в огне стоит красная девица и говорит громким голосом. Казак, добрый человек, избавь меня от смерти. Как же тебя избавить? Кругом пламя нет к тебе подступу. Сунь в огонь свою пику, я по ней выберусь. Казак сунул пику в огонь, а сам от великого жару назад отвернулся. Тотчас красная девица оборотилась змеёю, влезла на пику, скользнула казаку на шею, обвелась вокруг шеи три раза и взяла свой хвост в зубы. Казак испугался, не придумает, что ему делать. Провещала змея человеческим голосом. Не бойся меня, добрый молодец. Носи меня на шее семь лет, да разыскивай оловянное царство. А приедешь в то царство, останься и проживи там ещё семь лет безвыходно. Сослужишь эту службу, счастлив будешь. Поехал казак разыскивать оловянное царство. Много ушло времени, много воды утекло. На исходе седьмого года добрался до крутой горы. На той горе стоит оловянный замок. Кругом замка высокая белокаменная стена. Поскакал казак на гору, перед ним стена раздвинулась, и въехал он на широкий двор. В ту же минуту сорвалась с его шеи змея, ударилась о сыру землю, обернулась душой девицей, из глаз пропала, словно её не было. Казак поставил своего доброго коня на конюшню, вошёл во дворец и стал осматривать комнаты. Всюду зеркала, серебро да бархат, а нигде не видать ни одной души человеческой. Эх, думает солдат, куда я заехал? Кто меня кормить и поить будет? Видно, придётся помирать голодной смертью. Только подумал, глядь, перед ним стол накрыт. На столе и пить, и есть, всего вдоволь. Он закусил и выпил, и вздумал пойти на коня посмотреть. Приходит в конюшню, конь стоит в стойле, да овёс ест. Ну, это дело хорошее, можно, значит, без нужды прожить. Долго-долго оставался казак в оловянном замке, взяла его скука смертная. Шутка ли, завсегда один-одинёшенек, не с кем и словечко перекинуть. Вздумалось ему ехать на вольный свет, только куда ни бросится, везде стены высокие, нет ни входу, ни выходу. За досаду-то ему показалось, а схватил добрый молодец палку, вошёл во дворец и давай зеркала и стёкла бить, бархат рвать, стулья ломать, серебро швырять. А вось, где хозяин выйдет, да на волю выпустит. Нет, никто не является. Лёг казак спать. На другой день проснулся, погулял, походил и вздумал закусить. Туда-сюда смотрит, нет ему ничего. Эх, думает, сама себя раба бьёт, коль нечисто жнёт. Вот набедокурил вчера, а теперь голодай. Только покаялся, как сейчас и еда, и питьё, всё готово. Прошло три дня. Проснулся казак поутру. Глянул в окно. У крыльца стоит его добрый конь осёдланный. Что бы такое значило? Умылся, оделся, взял свою длинную пику и вышел на широкий двор. Вдруг, откуда не взялась, явилась красная девица. Здравствуй, добрый молодец. Семь лет окончились. Избавил ты меня от конечной погибели. Знай же, я королевская дочь. Унёс меня кощей бессмертный от отца, от матери. Хотел взять за себя замуж. Да я над ним насмеялась. Вот он озлобился и оборотил меня лютой змеёю. Спасибо тебе за долгую службу. Теперь поедем к моему отцу. Станет он награждать тебя золотой казной и камнями самоцветными. Ты ничего не бери, а проси себе бочонок, что в подвале стоит. А что за корость в нём? Покатишь бочонок в правую сторону, тотчас дворец явится. Покатишь в левую, дворец пропадёт. Хорошо, сказал казак. Сел он на коня, посадил с собой и прекрасную королевну. Высокие стены сами перед ними пораздвинулись и поехали они в путь дорогу. Долго ли, коротко ли, приезжает казак с королевной к королю. Король увидал свою дочь, возрадовался. Начал благодарствовать и даёт казаку полны мешки золота и жемчугу. Говорит добрый молодец. Не надо мне ни злато, ни жемчугу. Дай мне на память тот бочонок, что в подвале лежит. Много хочешь, брат? Ну, да делать нечего. Дочь мне всего дороже. За неё и бочонка не жаль. Бери. Казак взял королевский подарок и отправился по белу свету странствовать. Ехал, ехал. Попадается ему навстречу древний старичок. Просит старик. Но корми меня, добрый молодец. Казак соскочил с лошади, отвязал бочонок, покатил его вправо. В ту же минуту чудный дворец явился. Взошли они оба в расписные палаты и сели за накрытый стол. «Эй, слуги мои верные!» – закричал казак. «Накормите, напоите моего гостя!» Не успел вымолвить. Несут слуги целого быка и три котла пива. Начал старик есть да похваливать. Съел целого быка, выпил три котла пива, крякнул и говорит. «Маловато? Да делать нечего. Спасибо за хлеб и за соль!» Вышли из дворца. Казак покатил свой бочонок в левую сторону. И дворца как не бывало. «Давай поменяемся!» – говорит старик казаку. «Я тебе меч отдам, а ты мне бочонок!» «А что толку в твоем мече?» «Да ведь этот меч – саморуб!» «Только стоит махнуть, хоть какая-нибудь сила несметная всю побьет!» «Он видишь, лес растет, хочешь пробу сделаю!» Тут старик вынул свой меч, махнул им и говорит. «Ступай, меч-саморуб! Поруби дремучий лес!» Меч полетел и ну деревья рубить, да в сажение класть. Порубил и назад к хозяину воротился. Казак не стал долго раздумывать. Отдал старику бочонок, а себе взял меч-саморуб. Сел на коня и вздумал к королю вернуться. А под стольный город того короля подошел сильный неприятель. Казак увидал рать силу несметную. Махнул на нее мечом. «Меч-саморуб! Сослужи-ка службу! Поруби войско вражие!» Полетели головы и часу не прошло, как вражьей силы не стало. Король выехал к казаку навстречу, обнял его, поцеловал и тут же решил выдать за него замуж прекрасную королевну. Свадьба была богатая. На той свадьбе и я был. Мед-вино пил, по усам текло, во рту не было. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова